Здравствуйте! На телеканале Новый Век, программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, из-за чего оказался перекрыт въезд в Казань. Постановку он там дальше, он взял на стакате, остановился, просто. На трассе М-7 столкнулись фура и микроавтобус. И почему предыдущая авария вызвала цепную реакцию других столкновений? В такое время лучше не кататься. А также, как украл овощи на миллион. Приисканы дубликаты причинения закона, проникнувши красные склады. Стартовало слушание дела о краже 15 тонн овощей и фруктов. Это и не только. Прямо сейчас. Въезд в Казань со стороны Верхнеуслонского района оказался полностью перекрыт в результате столкновения фуры и микроавтобуса. Грузовик «Дафни» смог уйти от столкновения с остановившимся перед ним пассажирским автобусом. Идущая рядом «Газель», уходя от столкновения, вылетела в сугроб. Движение на трассе М-7 оказалось полностью парализовано. О причинах и последствиях в репортаже слова от Мухаммадулина. В момент удара микроавтобус был практически полон. Пассажиры сами удивились, что никто серьезно не пострадал. Вечером люди возвращались домой на вахте. Водитель автобуса остановился, чтобы высадить человека. Спустя мгновение стоящую машину протаранил грузовик. Нальнобойщик никак не ожидал такого маневра от пассажирского транспорта. К тому же немалую роль в происшествии сыграл гололед на трассе. Я правый ехал, а левую полосу обогнал, и поворот включил, и остановился, и я в аэроке включил. У меня правый ради машина ехала, это грузовой тоже. Я тормознул немножко, не успел это. А здесь остановка, ничего нету, я там пассажира высаживаю. Водитель микроавтобуса подтвердил, что остановился для высадки пассажира. Однако с отцикой второго участника аварии никак не согласился. Вы хотя остановились, вы прямо здесь? Вот здесь. Здесь, наверное, остановились. А здесь можно остановиться, да? После моста можно. После моста закончил, знака нет, то есть получается можно. Водитель газели, видя момент столкновения и понимая, что остановиться он не успеет, вывернул руль и вылетел в сугроб. Другие автомобили он не задел и мог уехать, но не стал. Хотел доказать сотрудникам ГИБДД правоту дальнобойщика. Обогнал нас, ехал на эстакаде, где вообще не положено было вставать. Остановку он там дальше, он взял на эстакаде, остановился, просто. А дорожное полотно, видите какое, один лед голимый. Если бы он ему прямиком-то вошел бы, там были бы другие последствия. Он тоже молодец мужчина, сориентировался, видать, уже многолетний опыт. Учитывая, что никто не признал свою вину, разборок ГИБДД вероятнее всего не избежать. Режащую роль в определении виновника могут сыграть камеры, установленные на этом участке дороги. К слову, в результате аварии въезд в город оказался полностью перекрыт. Мгновенно образовался огромный затор, и автоинспекторам пришлось пустить весь поток автомобилей по встречной полоте. Водители, не ожидая впереди затора, увидев пробку, не успевали затормозить на скользкой дороге. В нескольких сотнях метров от предыдущей аварии водитель Мерседеса, пытаясь избежать столкновения с состоящими автомобилями, вылетел с дороги. Пока молодой человек выбирался из снежного плена, в его машину врезалась фура, которая также не успела остановиться. Подробности в материале Рамиля Шайдулина. Дорога скользкая вообще как бы. Короче, в такое время лучше не кататься. Несмотря на полученные автомобилем повреждения, водитель Мерседеса находился в хорошем расположении духа. Молодой человек не пострадал и в момент удара находился в салоне один. Рассказал, что увидев впереди затор и стоящие автомобили, начал тормозить. В какой-то момент понял, что тормозного пути явно не хватит. И тогда владелец немецкой иномарки вывернул руль влево и оказался в сугробе. Впрочем, на этом его приключения не закончились. Начал откапываться, вот буквально почти уже этот, ну выезжал и получился так, что фура тоже прилетела, видать, с ним успел затормозить. Судя по всему, водителю грузовика также не хватило тормозного пути, чтобы вовремя остановиться. По рассказам очевидца, большегруз повторил путь иномарки. Но вот от столкновения ему уйти не удалось. Она стояла, она вообще там ехала, получается. Он меня не видел, что ли? Я не знаю, с Кольским не справился, наверное. Дорога-то он, видите, какая. Учитывая обстоятельства произошедшего, нести ответственность за повреждение легковушки придется, вероятно, водителю грузовика. Рамиль Шайдулин, Аэрод Назиба, Вазад Самигулин. Вызов 112. Один человек погиб, один серьезно пострадал в результате столкновения «Лады-9» модели и грузовика «Скания». Все произошло сегодня утром в Зеленодорском районе на 758-м километре трассы М7. По предварительной версии автоинспектора, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Пассажир «Лады» скончался на месте, водитель получил травмы и был госпитализирован. Одно происшествие и два противоположных мнения на его причину. Серьезная авария произошла на пересечении улиц Красной Кокшайской и Деловая. Там не поделили перекресток автомобилей «Кондор» и «Тойота Камри». Последнее в результате столкновения вылетело с дороги в столб. Подробности у Анны Городновой. Я думал, здесь он остановится на этом островке, а он поехал на красный, и то есть, соответственно, в него и отсюда, от удара сюда ушел, все. Вся вина за произошедшее лежит на втором участнике аварии, считает водитель «Тойоты». Молодой человек отметил, что ехал на зеленый сигнал светофора, который по его версии даже не моргал. В момент пересечения перекрестка на горизонте появился автомобиль «Кондор», которым угорел запрещающий сигнал. Вот здесь уже на перекрестке стоял, получается, да? Да, зачем? Ехал прямо по нему, пересекал. Я думал, он на островке, как бы он оттуда развернулся, здесь, думал, остановится, а он поехал прямо. Он оттуда ехал или оттуда? Вот я вот и тоже, да, не понял. То есть я видел, что на островок заезжает, думал, остановится, потому что здесь зеленый у нас горит, то есть он должен пропускать, а он поехал и, соответственно, все. Второй автомобилист считает виноватым водителя «Камри». Мужчина отметил, что направлялся с улицы Деловая в направлении Боруди. Находясь на островке безопасности, ждал разрешающего сигнала светофора. Не успел выехать, как его автомобиль протаранила «Тойота». Я начинал движение на его моргающий, уже зеленый, то есть когда заканчивается. Он завершал маневр, все. То есть у него моргающий был? У него, у него. А, вы в этот момент начали выехать? Да, да. А он, получается, завершал маневр? Он завершал маневр. И вы его не пропустили? Нет, зачем это? Он меня же задел. Я же его не заделал. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Теперь каждому автомобилисту придется отстаивать свою точку зрения на происшествие в ГИБДД. Анна Граднова, Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112. Днем работал, ночью крал то, что грузил несколькими часами ранее. В советском суде Казани сегодня стартовало слушание дела о краже овощей со склада торгового комплекса для фермеров. Вес украденного составил почти 15 тонн, а ущерб почти миллион рублей. Обвиняемый свою вину признает, но частично. Динара Камалова вникла в детали дела. Я признаю вину, частично в вашей части. Несмотря на признание подсудимого, родственники в его виновность не верят. Убеждены мужчину, а говорили и все для того, чтобы выманить из него деньги. Только вот следствие считает, что с апреля по июнь прошлого года Дмитрий Фенкин похитил с одного из складов торгового комплекса для фермеров овощи и фрукты почти на один миллион рублей. Товар поступает, поступает, потом на пике там какого-то праздника все это расходится. Первым забил тревогу арендатор складского помещения, он же хозяин небольшого перекупочного овощного бизнеса. После очередной ревизии он заметил нестыковку в цифрах накладных. Говорит, изначально подозревал своего бизнес-партнера, но вот камеры видеонаблюдения комплекса показали. На склад в нерабочее время, а именно глубокой ночью, наведывался никто иной, как Дмитрий Фенкин. Он там работал грузчиком. К слову, мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражи. Приисканы дубликаты включения закона проникнуть в вышеуказанной склады. Сам потерпевший отмечает, что строгого наказания для него не желает. Главное, вернуть деньги, а это почти один миллион рублей. Сегодня из-за неявки свидетелей суд решил отложить заседание до 8 февраля. Динара Камалова, Константин Бушуев, вызов 112. Поймали с поличным. Уроженца Оренбургской области задержали в подъезде одного из домов Нижнекамска. В ходе досмотра у молодого человека были изъяты несколько свертков с различными веществами. Экспертиза позже установила. Это наркотики. Нафиса Минязова посмотрела оперативные съемки. Наркотические вещества. Где сколько? В чем? В рюкзаке два пакета по 250 грамм. Содеянный молодой человек признался сразу. Отпираться не было смысла. Его поймали с поличным. В ходе личного досмотра в его сумке полицейские обнаружили и изъяли полкило подозрительного вещества. Выяснилось, задержанный уроженец Оренбургской области. А сюда приехал, чтобы заняться незаконным бизнесом. В сентябре прошлого года он стал заниматься бесконтактным сбытом наркотиков на территории набережных Челнов, а затем и Нижнекамска. Однако и до этого мужчина не стремился зарабатывать деньги честным путем. Полицейские установили, что задержанный ранее был судим за кражу и подделку документов. Теперь освоил и роль курьера дурманящего вещества. Кристаллообразное вещество. Не кристалло. А даже не кристалло, а комкообразное написать. По результатам экспертизы находилось синтетическое наркотическое средство, общий вес которого составил более 500 грамм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Если его вина будет доказана, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. А сейчас полицейские устанавливают, кто может быть еще причастен к данной преступной схеме. Нафиса Минязова, Динара Камала, Вызов 112. В минувшем году полицейские раскрыли каждое второе ограбление и разбой, а уличной преступности стало на 7% меньше. Полицейские Казани подвели итоги работы за минувший год. Начальник управления МВД отметил, что преступления, совершенные против личности, были расследованы почти на 100%, а программы видеонаблюдения способствовали раскрытию более 300 преступлений. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.